Всем привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре Герой Диснея Боевый Режим. И сегодня мы продолжаем играть с составами от подписчиков. Также я буду прокачивать и усиливать герои согласно ваших отзывов и комментариев. Что ж, начнем. И первый написал и оставил в свои комментарии подписчик с ником Максим Киряков. Состав Печалька, Мерида, Шастик, Фреон, Фиалка. Прокачай Квазимоду, Ариэль, Ангела, Капитана Крюка, Питер Пена, Рогатого Короля, Гайку и Мауи. Что ж, с удовольствием иду навстречу. И да, друзья, в прошлом видео я забыл включить микрофон, поэтому видео получилось без звука. Но надеюсь, что сегодня у нас все здорово получится. Итак, выбираю элитный режим. Давайте-ка я возьму главу 14-ю. Так как отряд достаточно слабенький и надеюсь, друзья, что у нас хватит фишек заработать карточки сали. Итак, высаживаем отряд, который играл в прошлом видео и попробуем собрать состав от подписчика. Итак, друзья, смотрите, как интересно. Подписчик собрал 5 героев подряд. Не пришлось их искать. Итак, Печаль, Мерида, Шастик, Фреон и Фиалка. Супер. Ну что ж, благодарю Максима Кирикова за это состав. И мы сразу же идем с вами в бой. Итак, давайте-ка посмотрим, что же против нас представляют враги. Итак, против нас выступает Воровка и Теневой Мистер Исключительный. Достаточно сильные противники, но я надеюсь, что мы сейчас накопим энергии. Итак, падает здоровье нашего отряда, и мы теряем Шастика и Фиалку. Я, честно говоря, в шоке. Я надеялся, что победа будет более, вот, команда будет более сильной. И я просто в шоке. Мы потеряли и эти герои. Итак, что-то пытается сделать Печалька. Вот, ну, ее выбивают. Итак, пытается что-то сделать. Пытается вот дождиком накапать на Мистера Исключительного. На Воровку. Удивительно, но Печаль справляется с двумя врагами. Вот, но со второй волной, скорее всего, мы не справимся. Так, смотрите, идем в атаку. Пытаемся что-то сделать, но, скорее всего, это будет проигрыш. Вот, Печалька забрызгивает врагов дождем. Но враг, несмотря ни на что, смотрите, как здорово Печалька справляется с врагами. У врагов остался только, вот, Базлайтер. Сумеет ли он что-то сделать. Итак, он наносит повреждения Печали. И, честно говоря, друзья, я в шоке, что этот герой сам сразился. И, вот, практически вынес вторую волну. Я просто в шоке. Я не представлял, что Печаль может быть таким классным и сильным героем. Итак, удалось активировать спецатаку. Вот, продолжаем атаковать. Сумеет ли Печалька победить Базлайтера, или все-таки это будет проигрыш? Вот, да, смотрите, удалось нанести повреждения. И Печаль выбивает Базлайтера. Вот, просто невероятная. Остается третья волна. Вот, я сомневаюсь, что Печалька сумеет здесь победить. Но, тем не менее, давайте-ка посмотрим. Итак, враги атакуют. Печалька, в свою очередь, контратакует. Пытается нанести максимум повреждения. Выбивает Майкс Кавазовского. Выбивает какого-то теневого монаха. Выбивает эластику. У врагов выживает только Сали и Бу. И я даже, друзья, не представлял вот такого события. Я был уверен, что мы проиграем. Но, смотрите, как здорово сработала Печаль. Просто-просто невероятно. И это, как бы, не самый сильный член в отряде. Вот, я был уверен, что она проиграет. И она побеждает. Ну, просто-просто невероятно. Это победа. Это победа, но на грани, друзья. Вы видели. Я, честно говоря, просто в шоке до сих пор, что мы выиграли в этой битве. Я был уверен, что после того, как мы потеряли в первой волне четырех героев, мы проиграем. Но все-таки удалось выиграть. Ну, что ж, займемся прокачкой героев. И Максим Киряков попросил, чтобы я прокачал квазимоду. Ну, давайте-ка посмотрим. Да, друзья, кто смотрел предыдущее видео, знает, что я уже достаточно неплохо прокачал квазимоду. Кстати, что-то он спрятался. Давайте-ка я его попробую просто в поисковике найти. И вот так, чтобы долго его не искать. Итак, что я могу сделать с квазимодой? Давайте-ка я его подниму до 150 уровня и прокачаю на шестую звезду. Итак, квазимода у нас становится еще круче, еще сильнее. Всех его характеристики поднимаются. Кроме того, сейчас попробуем прокачать героя по значкам. Итак, квазимода у нас становится фиолетовым плюс три. Замечательно. И даже достаточно ингредиентов, чтобы прокачать его на фиолетовый плюс четыре. И если мы его докачаем до оранжевого, то это вообще будет супер. Итак, фиолетовый плюс четыре. Замечательно. Но на фиолетовый плюс пять, либо оранжевый. Я уже не помню, какой идет дальше цвет. Как видите, не хватило ингредиентов. Ну что ж, и это неплохо. Это здорово, просто супер. Итак, с этим мы справились. Вот, по модах ничего делать не буду. Пусть пока остается. Моды буду стараться только красным героем. Итак, следующий герой это Ариэль. Так, давайте-ка я тоже в поисковике поищу героя. Вот. Итак, Ариэль. Ариэль. Думаю, достаточно. Да, вот Ариэль. Так, что у нас? Сто пятьдесятый уровень. Поднимаю до сто пятьдесят первого. Вот. По звездочкам максимально. Удается усилить героя одним значком. Вот. Ну, вот еще немножко по навыкам. Вот так сделаю. Ну вот, друзья, что мог, кто сделал Ариэль. Следующий герой это у нас ангел. Ангел, ангел, ангел. Даже не представляю, где искать. Где-то посередине, теоретически. Должна быть девочка с чич. Вот. Вот, друзья. Без поисковика нашел героя. Что ж, поднимаю до сто пятьдесятого уровня. Вот. По значкам есть возможность навешать и перевести ангела на новый свет. Итак, ангел у нас становится оранжевым плюс два. Ну что ж, это замечательно. Вот. Продолжаем усиливать героя ингредиентами. Ну и пока, думаю, этого будет достаточно. Вот разве здесь вот так немножко увлечу навыки. Супер. С ангелом мы справились. И дальше ищем капитана крюка. Кстати, капитан крюк где-то должен быть сверху. Пока его не нашел. Вот. Не хотел использовать поисковик. Но, видимо, придется. Что-то я его не вижу. Не вижу, не вижу. Ладно. Давайте попробуем просто ввести крюк. Вот так. Крюк. Да. Итак, Джеймс крюк, если я не ошибаюсь. Прокачиваем до сто пятьдесят первого уровня. По значкам, как видите, не хватает ингредиентов. Навешиваю очередной значок и перевожу капитана крюка на новый свет. Итак, оранжевый плюс один. Ну что ж, неплохо. Продолжаем усиливать героя ингредиентами. Вот. Мне кажется, так будет здорово. Вот. Создаем значки и навешиваем на персонажа. Супер. Ну что ж, все остальное как бы у нас неплохо. Итак, следующий персонаж. Это у нас Питер Пен. Вот, кстати, есть. После капитана крюка Питер Пен как бы автоматически идет. Ну, опять же, друзья, давайте-ка я не буду тратить время. Пи. Просто введу Пи. Питер Пен. Вот. Отлично. Итак, что могу сделать? Могу прокачать до сто пятьдесят второго уровня. Вот. По значкам не хватает ингредиента. По навыкам. Ну, что смогу, то прокачаю. Ну, пока как-то так. Супер. Что ж, идем за следующим героем. И это у нас рогатый король. Рогатый король. Где его искать? Вот, друзья, нашелся. Не пришлось даже вводить в песковики. И да, друзья, смотрите. Рогатого короля мы можем перевести на четвертую звездочку. Вот. Поднимем все его характеристики. И прокачаем до сто пятьдесятого уровня. Сразу же подняли героя на пять уровней. Усилию героя ингредиентами. И прокачивай рогатого короля на фиолетовый плюс три свет. И да, у нас достаточно ингредиентов, чтобы еще прокачать рогатого короля. Да, давайте-ка я это сделаю. Вот. И посмотрим, куда же удастся прокачать этого героя. Итак, он становится фиолетовым плюс четыре. Но это пока все, что удалось сделать. Вот. Навешиваем остатки значком. Ну и дальше, в принципе, все более-менее. Здорово. Итак, следующий герой это у нас Гайка и Мали. Мали, Мауи, наверное, все-таки. Подписчик немножко вот ошибся. Вот. Неправильно, корректно написал. Мали, Мави. Ну, наверное, все-таки. Или как он имел в виду. Так, что-то я не могу найти Гайки. Давайте-ка я попробую ее в поисковик бить. Итак, гайка. Вот она, Гайка. Итак, 144 уровень. Прокачиваюсь до 150. Вот. Усиливаю героя. Вот. Значками. Вот. Попробую немножко поднять по навыкам, пока хватит ингредиентов. Ну, вот, друзья, что мог, кто сделал. Отлично. Итак, последний герой это Мали. Мали, Мали. Ну, скорее всего, Мауи. Вот, друзья, просто подписчик немножко ошибся. Ну, по крайней мере, я так думаю. Итак, Мали, Мауи, Мауи. Ну, похоже. Вот. Разница в одной букве только. Итак, прокачиваем до 153 уровня. По значкам есть возможность усилить. Но не хватает ингредиентов, чтобы прокачать на новый свет. Вот. Что мог, кто сделал. Итак, выполнил все просьбы Максима Кирикова. А дальше у нас состав от подписчика с ником Данила Бакуменко. Мой состав. Эластика, Ярость, Джуди Хоббс, Мастер Феникс, Шастик. Вот. Прокачай Эластика, Винни Лопу. Вот. Я думаю, друзья, кто такой Мастер Феникс? По-моему, такого героя нету. Вот. Я что-то такого героя не помню, чтобы у нас был в этой игре. Итак, давайте-ка сейчас я возьму... Смотрю, какую главу взять. Так. Ну, давайте-ка, друзья, я возьму главу 13. Попробуем заработать фишек Бэймакса. Вот. И сейчас попробуем собирать этот состав. Итак, итак. Мне нужна Эластика. Вот. Мама из суперсемейки. Вот. Она нашлась без проблем. Так, Ярость. Ярость, Красная Эмоция. Вот. Где-то здесь он тоже должен быть с краю. Вот. Ярость. Нашелся. Так. Джуди Хоббс. Это уже сложнее, но я ее могу поискать в поисковике. Итак. Джуди Хоббс. Джуди, Джуди, Джуди. 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 Джули. Нет, Джули. Джули. Думаю, достаточно. Да. Вот она. Готова. И осталось найти Мастер Феникс. Не Феникс. Феникс. Друзья. Я не знаю, кого имел в виду Мастер Феникс. Такого героя нет. Есть Феликс. А. Возможно, Феликс все-таки имел в виду. Вот. Давайте-ка я поискну Шастика и Феликса. Феникс. Вот Шастик. Вот. А сейчас попробуем найти Феликса. Так. Феликс. 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 Так. Феликс. А ну-ка. Да. Вот он. Итак. Мастер не Феникс, а Феликс. Я думаю, все-таки имел в виду подписчик. Вот. Ну что ж. Готово. Готово. И давайте-ка отправимся в бой. Вот. Посмотрим, что из этого получится. Вот. А потом займемся прокачкой героев. Итак. Идет атака. Накапливаем энергии. Вот. Падает здоровье Шастика. Но сразу же восстанавливается. И да. Шастик на скорости наносит серию мощных ударов. Вот. Мастер Феликс. Вот. Наносит повреждения. Вот. Ремонтирует наш отряд. И с первой волной мы справились шутя. Переходим в следующий. Опять же. Спецатака. Мастер Аш Феликс. Феликса. Он призывает родственников. Топчет врагов. Вот. И. Как бы со второй волной мы справились тоже без проблем. Переходим в третьей волне. Давайте-ка я подключу. Джуди Хобб. И, друзья. Неожиданно. Вот. Враг атакует. И сразу же сносит четырех наших героев. Я просто в шоке. Это проигрыш. Это проигрыш. Что-то сегодня мы играем с вами на грани. Вот. И скорее Джуди Хобб сейчас погибнет. Как здорово прошли. Вот. В две волны. А вот третью уже противник нам запинал. Просто-просто в шоке. И так. Поражение. К сожалению. Вот. Предлагаю нам, кстати, прокачать герои. Ну что ж, друзья. Давайте-ка сейчас я прокачаю эластика и винилопу. И пойдем с вами дальше. Итак, эластика, эластика. Вот она. 151 уровень. Вот. Докачиваю до 152. По значкам ничего сделать не могу. Вот. Ну разве вот по навыкам немножко усилить. Все, что мог, то сделал. Вот. Дальше ищем винилопу. Винилопа, винилопа. Вот. Вот она. Тоже не пришлось использовать поисковик. Вот. Итак, 152 уровень прокачал. Навешал значок. Перевожу на новый цвет. И винилопа у нас становится оранжевый плюс один. Ну что ж, неплохо. Здорово. Продолжаем навешивать значки. Вот. И пока, друзья, это опять же все, что мне удалось сделать. Что ж, идем с вами дальше. Итак, друзья, давайте-ка я посмотрю, кто дальше написал свой состав. И это Артем Мельников, Радуга Дэш и Супер Крюешки и Аленка. Так. Вот. Мобильные игры. Исправляй, добавляй звук. А то нифига не слышно. Да, друзья, это была проблема. Я прошу прощения. В прошлом видео не включил микрофон. Поэтому получилось так. Итак. Дальше. У нас состав от Артема Мельникова, Радуги Дэш, Супер Крюешки и Аленка. Состав. Ральф. Илья Винилопа. Стич. Эльза и Джек Воробей. Это мои самые сильные герои. Их я и возьму по основному сценарию. Так. И да, друзья. Прежде чем пойти по основному сценарию, давайте-ка мы соберем вот бонусы, которые меня накопили за то, что я участвовал в битве. Что-то не может загрузиться. Ну, тогда давайте-ка тогда пойдем по основному сценарию. Итак, основной сценарий и команда от Артема Мельникова. Так, давайте-ка я закрою фильтр. Потому что эти герои находятся вот сразу же. Итак, Ральф. Громила Ральф. Супер. Вали. Замечательно. Стич. Супер. Эльза и Джек Воробей. Ну, как видите, мои самые сильные герои. С очень большой силой. Семьсот двадцать девять тысяч. Семьсот тридцать семь единиц. Сила моего отряда. И вы увидите сейчас, как эти герои просто порвут всех врагов. Вот, смотрите, как здорово они атакуют. Вот, вражеский герой Шрам вошел в теневой режим. Пытается нанести повреждения, но даже не поцарапал наш отряд. Хотя, вот, немножко досталось Джеку Воробью. Вот, итак, подключаем спецатаку Стича. Ральф бьет. Вот, Эльза замораживает. И вторая волна Смекина. Переходим к третьей волне. Как правило, третья волна самая сильная. Но я не думаю. Итак, Джек Воробей призывает корабль. Стич стреляет из бластеров. Вот, Вали наносит повреждения во время движения. Вот, и Эльза замораживает. Да, это победа. Ну, вот, видите, что означают самые крутые, самые сильные мои прокачанные герои. Просто супер. И да, друзья, еще Артем Мельников попросил, чтобы я прокачал Микки Мауса, Квазимода и А, Майора, Мали, Тигра, Вали, Принца Филиппа, Матушку, Готэм, Кида, Олафа и Эльза. Вроде все. Ого, сколько написал. Ну, что смогу, то сделаю. Итак, давайте-ка посмотрим. Микки Маус. Вот, что смогу, то прокачаю. Конечно же, сегодня, в принципе, развитие героев, это здорово. Итак, Микки Маус прокачивает до 152 уровня. По значкам ничего сделать не могу. По навыкам практически тоже. Ну вот, немножко усилил. Следующий герой Квазимода. Квазимоду мы как бы сегодня с вами уже прокачали. Поэтому, друзья, как бы нету смысла. Ну, давайте, возможно, кину какой-то вот мелкий бонус все-таки на этого героя. Итак, вот 150 уровень. Ну, давайте-ка еще сделаю 151. Вот, ну, видите, больше ничего сделать не могу. Итак, следующий герой ИА. Вот, это уже интересно. Давайте-ка я поищу героя ИА. ИА из мультика про Винни-Пуха. Вот так выглядит ИА. Вот 140 уровень. Прокачиваю его до 145. Вот, по значкам навешиваю значок. Вот, ну и опять же все, что сумел сделать. Итак, следующий герой Майор. Вот, он написан латиницей, насколько я помню. Ну, давайте-ка попробую вот так написать Ма. Вот, его должно найти. Да, вот нашелся. Итак, что с Майором? Там 151 уровень. Прокачиваю до 152. По значкам не получается. Ну, и вот по навыкам немножко вот одну очко брошу усилию тем самым героя. Так, следующий герой. Так, Майли. Вот, ну, давайте-ка еще попробуем. Вот, напишу Ли. Надеюсь, что найдется. Итак, Ли. Да, вот нашлась. Нашлась. Герой 153 уровня. Прокачан по максимуму. По звездочках по максимуму. По значках не получается. И по навыкам не получается. Ничего не могу сделать в Майон Ли. Разве только навешать мод. Вот, с модом как бы. Ага, вот прокачаю сейчас мод. Прокачаю сейчас мод. Вот, ну, пока как-то так. Вот, вот, что мог, то прокачал. Вот. Супер. Ну, что ж, Смайли, мы разобрались. Следующий герой это Тигра. Тигра, Тигра, Тигра. 150 уровень. Давайте-ка я переведу его на новую звезду. И Тигра у нас становится пятизвездочным. Все характеристики поднимаются. Кроме того, прокачаю его на 151 уровень. По значкам есть возможность навешать и перевести Тигрулю на новый цвет. И Тигра у нас становится оранжевым плюс шесть. Супер. Ну, что ж, это неплохо. Осталось усилить героя некоторыми значками. И давайте-ка сейчас попробуем вот дальше сыграть. Вот, заняться прокачкой героя. Замечательно. Итак, после Тигра у нас идет Вали. Вот, что у нас Вали. Могу его прокачать до 153 уровня максимального. По значкам не получается. По навыкам не получается. Но мы можем прокачать вот этот навык. Механическое отражение новый уровень. Супер. Вот, даже до 12 уровня. Вот, здорово. Ну, что ж, с этим мы справились. Следующий герой это Принц Филипп. Давайте-ка я его поискучу в поисковике. Принц. Принц. Не нашло. Не нашло. А если просто Филипп? Фи. А, он латиницей, друзья. Он написан латиницей. Точно, я вспомнил, что Принц Филипп написан латиницей. Поэтому, возможно, не совпадение букв. Сейчас мы его просто вот так в обычном режиме. Найдем. И вы увидите, что он написан латиницей. Почему-то некоторые герои разработчики не перевели. Итак, что-то не вижу Принца Филиппа. Но где-то здесь он точно должен быть посередине. Насколько я помню. Итак, Принц Филипп. Принц Филипп. Вот он. Да, друзья, видите, Принц Филипп. Он написан латиницей. Вот. Прокачиваем до 142 уровня. По значкам не получается. По навыкам. Ну, вот. Единичку брошу. Вот. Все, что мог сделать Принца Филиппа. Так. Следующий герой. Матушка Готель. Вот. Попробуем тоже использовать поисковик. Просто напишу ГО. Готель, Готель, Готель. Не нашло, друзья. Походу, Матушка Готель тоже у нас написано латиницей. Вот. А ну-ка, давайте я попробую вот так сейчас использовать, чтобы быстрее было. Итак, Матушка Готель, Матушка Готель. Пока не вижу, пока не вижу. Вот. Где-то здесь она должна быть. Матушка Готель. Ну, где она спряталась? Вот. Кудрявые черные волосы. Ее трудно не заметить, но пока мне это удается. Вот. И так. И так, и так, и так. Не вижу. Не вижу. Вот она, друзья. Есть Матушка Готель. Да, видите, она написана латиницей. Итак, прокачиваем героя до 150 уровня. Вот. По значкам не хватает ингредиента. По навыкам тоже. Что, что мог прокачать? Идем дальше. Кида. Герой Кида. Вот. Попробуй использовать поисковик. Ки. Да, Кида нашлась без проблем. Итак, что я могу сделать с Кидой? Прокачать ее до пятую звезду. Вот. Все характеристики персонажа поднялись. Вот. Прокачать до 151 уровня. По значкам не получается. И по навыкам тоже не получается. И беру следующий герой. Олаф. Олаф, Олаф, Олаф. 150 уровень. И давайте-ка Олафа я прокачаю до 151. По значкам не получается. Вот. По звездам не получается. По навыкам не получается. И последний герой, которого попросил Артем Мельников. Это Эльза. Что могу сделать с Эльзой? Я могу ее прокачать до 153 уровня. Вот. Я могу усилить ее мод. Давайте-ка попробуем прокачать. Да. Вот так. И повысить. Супер. Что я еще могу? По навыкам могу прокачать замороженный до 10 уровня. Способность. Даже до 11. И если хватит до 12. Нет. Все. Все, что сумел делать. И вот еще повысить один из навыков. Да. Это все, что сегодня я сумел сделать. На этом, друзья, сегодня я уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях. Кого из героев усиливать, прокачивать. Пишите свои составы. Я их буду брать по очереди. От самых первых. И пока будет возможно снимать. Ну и кроме того, самое главное. Чтобы не пропустить ни одну серию. Нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик. Возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok